Когда в 1993 году лидеры Израиля и Палестины собрались в Вашингтоне для подписания совместной декларации о принципах, одной из центральных фигур во время церемонии был Шимон Перес. И хотя прописанные в соглашении обещания так и не были выполнены, в то время никто не формулировал их лучше, чем Перес. Работа над этим соглашением принесла ему Нобелевскую премию мира, подобающая награда для человека, который был популярнее на мировой арене, чем в собственной стране. Шимон Перес родился в Польше и приехал на Святую Землю ребенком в 1930-х годах. Пока основатель современного Израиля Давид Бен-Гурион занимался строительством молодого государства, Перес работал за кулисами, договариваясь о закупках вооружений и военных сделках, которые в итоге превратили Израиль во внушительную военную силу. Он был архитектором израильской ядерной программы. Реактор в Димоне был построен в основном благодаря его дипломатическому таланту. Но у него было и много других задач. В Израиле помнят его главное достижение на посту министра обороны в 1976 году. Операцию по освобождению израильских заложников в аэропорту Энтебе в Уганде, захваченных палестинскими и немецкими боевиками. Времена менялись, и за долгую карьеру менялись и взгляды Шимона Переса. Он работал в правительстве, когда после шестидневной войны оно одобрило формирование израильских поселений на оккупированном западном берегу реки Ордан. Однако позже Перес начал рассматривать их как препятствия на пути к миру. Эта гибкость не слишком импонировала израильским избирателям. Шимон Перес был скорее технократом, нежели отставным генералом, как некоторые его соперники. Он никогда так и не выиграл выборы, хотя дважды ненадолго становился премьер-министром. После того, как ему исполнилось 90 лет, он всё ещё исполнял в основном церемониальные обязанности президента, будучи в то время старейшим главой государства в мире. И он продолжал думать о будущем, надеясь на мир, но утверждая, что мир возможен только в том случае, если его страна останется сильной.